Преоритет у выхования детей – выучению истории белорусской державы и развитию духу патриотизму, чтобы молодое поколение увидело, каким коштам достигнуто то, что мы имеем сейчас. Об этом говорит начальник Речицкого отдела Департамента Аховы Игорь Каршаков, который является делегатом 6-го Усебелорусского народного схода. С ним поговорили наши корреспонденты. Игорь Каршаков народился и вырос у Речицы. Свой службовый шлях починал в военно-десантных войсках Российской Федерации. В 1997 году вернулся на Малую Радзиму и поступил на службу инспектором у Речицкий отдел Департамента Аховы. Прозвосемь годов узначали у структуру. Свой район у мясцовых же хоров Игорь Каршаков ведает добро, как и проблемы и пытания, которые хваляют граждан. У нас есть стабильность, есть определенная вера в будущее. Но это нужно сохранить, сохранить не только для нас, но и для наших подстанков. Но для этого что? Нужно всем целеустремленно трудиться белорусам на благо нашего государства. В большей степени идет негативная информация в интернете. И пытаются нашу молодежь поставить на правильный путь. И объясняют им, что новое слово демократия, это же не значит, что это дозволенность. И говорят, что нужно что-то изменить в нашем государстве, и сразу же станем мы жить лучше. Но почему у китайцев есть такая пословица, что если хочешь пожелать врагу плохого, пожелай его жить в эпохе перемен. Да, нужно стремиться к переменам, нельзя стоять на месте. Но это же нужно делать совершенно иным путем, не так, как призывают калькуны на улицах. Игорь Коршаков лечит, что 6-й всебелорусский народный сход станет знаковым для краины. На им будет вызначен курс развития Беларуси и то, как будут жить люди и их дети. Сегодня богатая информация с задуманным эмоциональным зарадом, сдольная провоковать на необдуманные учинки. Особливо необороненной от негативного вплыва является молодь, которую свядомо накеровывают на порушение законодавства. Свою миссию департамент Аховы бачить в заховании спокою и безопасности в регионе. И тут важны человеческий подход и умение слухать. Игорь Анатольевич такой общественный деятель, к которому обращаются зачастую не только люди из силового блока, но также гражданские люди. Авторитетный силовик не только в нашем отделе, но и в районе. Собирает людей, собирает силовые структуры, объединяет их. Проводятся какие-то культурно-массовые мероприятия, день милиции, день охраны. На прошлой неделе оказали акцию, поддержали помощь медикам. Речицкий отдел департамента Аховы самый буйный в нашем регионе. У им працует больше за 700 человек. Что день они оховывают, каля 300 объектов у Речицы Василевича Хылоеве. По выниках работы за минулый год коллективу вайшову десятку лепших отделов департаменту Аховы Украине. Ганна Краильчук, Валера Хапанько, телерадо-компания Гомельс, Речицы.